День рождения Дженнифер Лопес День рождения Дженнифер Лопес Наташам, Светам, Евам, Ксюшам и многим другим женским именам постоянно посвящают песни наши музыканты. Наконец, настал черед и всех Марин. Почему мобильные блондинки спели именно про них, четкого ответа девушки так и не дали. Зато концепции клипа на новый трек солистки знают все. Ну, у нас концепция в том, что мы должны быть красивые и на каждом ракурсе нас будет красиво очень снимать. Ну, сейчас спинап, потом это может быть, я не знаю, какой-нибудь фэшн. Но в основном это все будет построено на красивых, сексуальных наших телах. Скромно! Помимо солисток в клипе можно будет увидеть и других довольно интересных персонажей. Конечно же, всех тайн девочки раскрывать не стали. Но про одного приглашенного мужчину все-таки рассказали. К сожалению, Анатолий Вассерман не смог участвовать в нашем клипе. Знаете, почему? Потому что у него сегодня, ну, как сказать, библиотечный день. Он выходит из дома. Сегодня библиотечный день, он не сегодня. Вот реально, именно по средам он работает с документами, с бумагами, готовится к программам с вами. Вот в среду вот никак. Вот в четверг мы скорбим. В библиотеку Куссерману блондинки не наведались. Хотя, если бы они и поехали туда, режиссер клипа это вряд ли бы удивило. В принципе, у нас сегодня такая очень непостановочная съемка, когда я, в принципе, даю им карт-бланш. Вот. И неизвестно вообще, что в конечном счете получится. Доверять таким блондинкам съемочный процесс совсем не страшно. Ведь, как утверждают сами солистки, их цвет волос на интеллектуальные способности абсолютно никак не влияет. А кто сказал, что мы дуры? Вы знаете, блондинка это просто такая, это стиль жизни, это легкость, это улыбка, это веселье, это какая-то, да, это какое-то такое состояние души. Но это не значит, что мы глупые все. Это же не значит, что у нас... Да, ну почему? У меня, например, уже третье высшее образование. В новой песне высмеиваются так называемые ценности столичных тусовщиц. Блондинки выступают против ботокса и силикона. Впрочем, к самой ночной жизни девушки относятся положительно. Однажды даже сходили в местный ночной клуб. Вроде Челябинск. Челябинск. Да, мы зажгли там просто весь танцпол. Народ не понимал, откуда такие веселые девчонки. Вам поставят памятник в этом клубе. Получится ли у девушек несерьезно рассказать о серьезных проблемах, узнаем чуть позже. Однако уже сегодня блондинки ломают все стереотипы и доказывают, что их творчество может быть очень даже глубоким. Оказывается, рэпер Текила придерживается твердой социальной позиции. Певца волнует качество товаров на прилавках страны. Вместе с организацией «Хрюши против» Текила наведался в один из столичных магазинов. Чем закончился рейд звезды российского шоу-бизнеса, расскажем в следующем специальном репортаже. Боремся со свинским отношением к людям. Под таким девизом Саша Текила вместе с организацией «Хрюши против» наведался в один из универмагов столицы. Уже второй год подряд в одном и том же магазине ребята находят немало просроченных товаров. Зовите кого-то, вы куда шли? Вы нам будете сейчас пробивать? Не буду ничего делать. Почему? В смысле, вы ничего не будете делать? В магазине работать. Кто здесь старший? Они придут, вот сейчас старший, пойдут вам откроют все. Но так называемый «старший» в торговый зал так и не вышел. Ребятам пришлось самим отыскать ответственное лицо. Но элементарно попасть в подсобное помещение оказалось не так уж и просто. Возьмем уже в бак! Хоть и со штурмом, но в подсобку парни все-таки попали. Правда, поговорить с виновными вновь не удалось. Заходите сюда обратно. Зайдите обратно сюда. Вы что вышли? Вы кто здесь? Заходите обратно. Заходите обратно. Заходите обратно, вы меня тронули. Иди сюда, будешь отвечать на вопросы. Заходи сюда. Когда сотрудники уже в буквальном смысле начали кидаться на Хрюш, появился администратор. Тут уж уйти от Сашиных вопросов мужчине не удалось. Как вас зовут? Гене. Меня зовут Александр. Очень приятно. Первый вопрос, почему, когда мы зашли, потребовали администратора, на нас полезли с кулаками? Кто? У вас что, наркотики здесь? Кто? Кто? Вот этот первый человек, второй убежал. Будь наказан. Второй вопрос, второй вопрос, почему нет администратора и старшего на месте? К сожалению, видите, сезон отпуска все на разъезды. Магазин нужно закрывать. Согласен. Третий вопрос, ребята к вам приходили месяц назад, нашли что-то. Почему вы не исправили? Месяц назад, к сожалению, были изменены руководства. Детские товары нашли. Я только недавно вступил на эту работу и начнем исправлять. Понимая, что никто исправлять ничего не собирается, музыкант решил окончательно все взять в свои руки. По пси-колу подошел и типа приоткрыл, и показал нам. Вот, а вы его потом взяли, вот так, закрутили и все. Давайте его так, чтобы мне было спокойнее, и я был спокойнее, чтобы мне больше не дергать ни руководства, ни кто. А вот это что такое? Даже находите, видите и стираете с ромблотности? Нет, нет, вот. Вот перед нами все, пожалуйста. Ты вот закрутил обратно и поставишь на прилавок. Бабушка слепая подойдет и увидит сырный соус. Я вас уверяю, что не будет ничего подобного. Это надо прям вот так вот все давить, хреначить, прям пачкать. Испачканы в тот день были не только товары. Просроченный майонез попал и на рэпера Текилу. На этом звездный рейд был закончен. Но, судя по всему, это только начало. Так что, продавцы, берегитесь. Текила нагрянет на ваши прилавки в самый неожиданный момент. В мире кино, как и в музыкальном мире, не бывает отпусков и выходных. Там всегда работа кипит полным ходом. Что же сенсационного произошло за прошедшую неделю в Голливуде, расскажем вам всего за пару минут в нашей традиционной рубрике «Мудр». Кино и музыка друг без друга никуда. Порой смотришь фильм, а в нем играет певец. И наоборот, в клипе встречаешь актера с большого экрана. Так, Джонни Депп уже в третий раз снялся в клипе у Пола Маккартни. Правда, на этот раз мистер Депп появился в кадре лишь на короткое мгновение. Разглядеть за пару секунд звезду мировой величины непросто. Совсем другое дело клип Маккартни на песню «Куинни Ай». В нем сэр Пол собрал целый звездный десант. Мэрил Стрип, Джуд Лоу, Кейт Мосс, ну и, конечно же, Джонни Депп. Я очень люблю работать с Полом. Но находиться в комнате с ним – это что-то невероятное. Потому что все, что происходит здесь, изменит потом мир. А вот Анжелина Джоли в клипах уже давно не снимается. Актриса подумывает всерьез заняться режиссурой. Но поклонникам Энджи паниковать пока не стоит. Джоли пообещала еще сыграть фильмы про Клеопатру. И сделает это она не одна всем семейством. Надо сказать, что не все дети будут сниматься вместе с мамой впервые. Ведь совсем недавно дочь актрисы Вивьен сыграла вместе с Джоли в «Малефисенте». Это вышло очень натурально. Мы не хотели этого специально. Не подстрекаем детей стать актерами. Просто все маленькие дети на съемках, завидев меня, кричали. Один малыш даже сказал, мама, скажи злой ведьме, чтобы она со мной не разговаривала. Мы просто не могли найти того, кто мог бы мило общаться с монстром. Вивьен из тех малышек, что вцепляются в маму и не важно, что я делаю. И она была невозмутима, когда я была в образе злодейки. Мой персонаж даже говорил ей, уходи, я не люблю детей. А она просто улыбалась. Это было весело, но сложно. Завершить свою карьеру Джолини скоро еще и потому, что ей предстоит сняться вместе с мужем в драме «У моря». Кто знает, может и для Деппа найдется роль в фильме. Правда, тогда съемки в клипах актеру придется на время отложить. И на этом все. Мне остается лишь напомнить про наши официальные группы ВКонтакте, на Фейсбуке, а также Инстаграм-телеканал Russian Music Box. Будем рады вашим лайкам, комментариям. А с вами была Устинова. Всем мир. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова